Любимая публика и многоуважаемые зрители, сейчас я продемонстрирую вам передачу энергию на расстоянии, но не с помощью радиоволн, а с помощью звуковых колебаний. От этой хрустальной рюмки к этой я передам энергии столько, что хватит, чтобы зажечь вот такую электрическую лампочку на 220 вольт. Разместим лампочку в рюмочке и с помощью второй или третьей рюмки возьмем и произведем небольшой дзынь. Выработаем акустические колебания. Итак, погромче колебания. Как мы видим, вуаля! С помощью акустических колебаний мы сообщили этой рюмке энергии столько, что ярко светится яркая светодиодная лампочка. Посмотрите на нее. Правда, через некоторое время энергия исчезнет и лампочка погаснет. Вот и все. Оказывается, с помощью звуковых волн или хрусталя мы можем передавать энергию на расстояние и зажигать лампочки на 220 вольт без аккумуляторов, джоульваров и батареек. Напомню еще раз то, что я показывал. Вся эта схема находилась в вейпе или айкосе или в электронной сигарете. Это литий-ионный аккумулятор, а это микросхема управления. Причем она имеет достаточно большие возможности, о которых я рассказывал. С ее помощью можно этот аккумулятор безопасно заряжать и контролировать процесс заряда. Также с ее помощью можно подключать к аккумулятору очень мощные нагрузки. Какие? Все дело в том, что в айкосе и вейпе эта микросхема рулит током, ну или управляет током этого аккумулятора, подаваемого буквально на короткое замыкание, на спираль накаливания, которое испаряет пар в вейпе. И значит мы можем подключать к этой крошечной импульсной микросхеме значительные нагрузки. К примеру, такие как светодиодная матрица вот такой вот лампочки. И уже с помощью этой удивительной схемы делать все эти великолепные чудеса. Но чудеса бывают разные. Давайте сейчас подключим эту схему и попробуем еще раз показать тот фокус, который я вам показывал. В лампочке упрятана вот такая схема. Под колпаком есть светодиодная матрица и зажигаемая ее с помощью одного аккумулятора, прикасаясь всего лишь одним электродом, что противоречит законам электричества и физики, к вот этому контакту. Это как раз тот самый чувствительный контакт, сенсор, с помощью которого данная микросхема срабатывает. На некоторое время она остается в состоянии зажигания, все зависит от микросхемы и емкости вот такого конденсатора, потом немножко моргает и отключается. Этого вполне достаточно, чтобы произвести этот вот замечательный эффект. Кто-то, конечно, может подумать, что здесь в цоколе спрятана какая-нибудь кнопка. Но давайте постучим этой кнопкой по хрустальной рюмочке. Ничего не выходит. А теперь здесь все отлично. То есть в этой рюмочке светится волшебная лампочка. Через некоторое время она начнет мигать, а затем погаснет. Не будем дожидаться этого момента и просто выключим свет. Обычные радиолюбители и блогеры для того, чтобы зажечь лампочку на 220 вольт от аккумулятора литий-ионного, от аккумулятора никель-кадмиева или от крошечной пальчиковой батарейки, делают специальную схему, которая называется Джоуль Вор. И эту схему, конечно же, располагают в такой лампочке. Смотрите, очень просто можно зажечь лампочку на 220 вольт. Вот на ней так и написано от любого аккумулятора. Раз и горит. То же самое я могу сделать и с литий-ионным аккумулятором. И даже если прислоню этот аккумулятор минусом, моя волшебная лампочка все равно горит.